В отделении дневного пребывания комплексного центра социального обслуживания населения состоялось чествование победителей по шахматам и шашкам среди инвалидов по зрению Хасавюртовского местного отделения Всероссийского общества слепых. Мероприятие было организовано по инициативе директора Ахмеда Гаджиева и сотрудников центра. Мы следили за всей этой игрой и такие молодцы. Не было такого, чтобы они хотя бы одну игру проиграли. Для нас, конечно, это очень большая радость была. В команде были наши и старейшие игроки. Это Эдилов Весрадин, Адылов Асрудин, Магомедов Магомед. И молодежь участвовала. В течение семи дней в столице республики на берегу моря команда из пяти человек Хасавюртовского местного отделения Общества слепых принимала участие в чемпионате Республики Дагестан по шахматам и шашкам и боролась за звание лучших в республике. По словам председателя спортивной комиссии Шахпана Магомедова, в этом году команда провела красивую игру и показала прекрасный результат среди 16 команд из разных городов и районов республики. Прежде чем поедут люди на соревнования, мы между собой провели отборочный турнир. И на участие поехали более лучшие, которые играют люди. Практически мы сыграли 9 партий по швейцарской системе. Из этих 9 партий мы не проиграли не то, чтобы кому-то что-то. Мы ни одну игру не проиграли. Единственная, одна игра была у нас с Махачкалой ничьей. А у Махачкалы, помимо этой ничьи, еще несколько проигрышов было. То есть мы в одни ворота выиграли, можно сказать, без турнира. Благодарность председателю общества слепых Майе Бикеевой за возможность принять участие в соревнованиях от всей команды выразил чемпион по шашкам Аслудин Адилов. Всем, кто занял лидирующие места, были вручены кубки и ценные подарки, рассказывает Адилов. Самая по себе игра не получилась, если бы не была организована команда. Команда заключалась, каждый старался нести свою лепту, старался меньше проигрывать, больше усилий укладывать. Тем самым, хотя мы все заняли первые места, призовые места, но мы с большим отрывом команды, больше на первое место. В ходе встречи участники делились впечатлениями интересными моментами игры. По завершению от руководства и всего коллектива комплексного центра социального обслуживания населения победителям соревнований были вручены памятные сувениры.